Туристическая милиция работает с 1 декабря 2018 года. На сегодняшний день под присмотром 60 инспекторов туристической милиции находятся зоны отдыха Одинай, Интымак и другие городские парки. Сотрудники готовы помочь людям по любым вопросам. Также могут помочь иностранным туристам, так как особенность инспекторов туристической милиции – знание иностранных языков. Работа милиции и туризма начинается в вечернее время – с 4 до 12 часов ночи. В случае большого количества людей рабочее время продолжается до 2 часов ночи. Во-первых, следим за безопасностью, предоставляем услуги и отвечаем на разные вопросы наших граждан, которые посещают парки. Также помогаем иностранным туристам, обратившимся за помощью. Например, я свободно говорю на турецком и английском языках. В департаменте туризма отметили, что по итогам 2021 года из-за экономического кризиса сектор туризма пострадал. Потери достигли 80%. После чего на 2022 год была поставлена задача по успешному проведению летних и зимних мероприятий. И каждая задействованная сторона осуществляет свою работу по безопасности, по изъяснительной работе и по привлечению туристов. Для нас мы уже приступили к реализации плана мероприятий по организации проведения летнего туристского сезона текущего года. План мероприятий был утвержден 26 апреля текущего года. И все задействованные госорганы, в том числе по обеспечению безопасности туристов, которые прибывают, будут прибывать на летний сезон, также и на осенний, и на зимний, на этот год, на текущий год. У нас начата реализация плана. И мы на сегодня готовы. Я могу с уверенностью сказать, что мы уже готовы. Напомним, что с 1 мая 2022 года Кыргызстан снял все ковид-ограничения. Также на недавнем визите депутатов Джогурху Кенеша в республику Казахстан в ходе мероприятия также были подняты вопросы по туризму. И на сегодняшний день иностранные граждане, в том числе кыргызстанцы, без предъявления дополнительных оснований могут въезжать в Казахстан. Отметили, что сейчас идут переговоры по отмене ковид-ограничений с Россией и Узбекистаном для удобного пребывания туристов. Отметим, что во всех регионах страны на самых оживленных популярных туристических маршрутах и междугородних трассах Кыргызстана появятся точки отдыха Рест-Пойнт, которая даст возможность туристам и путешественникам отдохнуть и получить информацию о маршрутах, достопримечательностях и зонах отдыха. На территории Кыргызстана всего планируется построить 68 точек отдыха Рест-Пойнт. По территории стран СНГ развит комбитур, и многие туристы в целях посетить нашу страну прибывают через Республику Таджикистан. Поэтому поднимается вопрос о добавлении пунктов на Кыргызско-Таджикской границе для облегчения пересечения границы иностранным туристам. На сегодняшний день многие туристы прибывают на пик Ленина через контрольно-пропускной пункт Кыргызско-Таджикской границы Бордобо-Автодорожный.